Каждый человек рано или поздно оказывается, кажется, уже у последней черты. Какова она эта пропасть в жизни каждого человека? Темень низверглась. Куда я попала? Что это? Закончились мои страдания? Или расплаты час просто настал? Мне никогда не казалась дорога краем, которым кончается мир. И вот теперь за краем чертога. Я вдруг трусливо головою паник, дрожжи наполнились в мои колени. И ведь не трус, но чего-то боюсь. Это тревога к дороге без цели или к концу. Но туда не стремлюсь. Боже, чего я с собою наделал? Боже, зачем я все делал не то? В жизни всегда был отчаянно смелым, но час расплаты пришел на плато. Плато — это горы, которые есть. Плато — это горы, которые будут. Плато — это горы, которые честь и глупость мою никогда не забудут. И пропасть, она мне мешает идти. И пропасть, она мне мешает бороться. И пропасть, ее мне не обойти. И пропасть, она ведь чистилищ ворота. Войду, не боясь ничего. Никого. Войду и продолжу, как прежде, бороться. Войду, что боятся. Зачем? И кого? Войду в эту адовую чашу колодца. У последней черты. У последнего края. То, что было до этого, не имеет значения. Забывая о всем, о себе забывая, должен я победить. Это будет решение. Пройду по ступеням, кому-то назло. Пройду и найду ту дорогу к удаче. Я знаю, раз прежде всегда мне везло, теперь ведь никак быть не может иначе. Пропасть, это когда пустота в душе, а не под ногами. Не доводите человека до края. Нет никого страшнее, чем тот, кому нечего терять. Возможно, кто-то и толкает человека в пропасть, но к краю он всегда приближается сам. Есть женщина-взлет. Взлетаешь, а потом мягко спускаешься вниз, как на парашюте, осматривая красоты пейзажа. А есть женщина-пропасть. Падаешь в нее, летишь, восторг и страх. Да нет, хотелось первое, а попалось второе. Всем угодить самый надежный прыжок в пропасть. Многие утверждают, что человечество катится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм – следствие семейных неурядиц или нехватка денежных знаков. Природа мудра, из всегошнего глаз ведет каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас по последней черте вспоминает о Боге. Что есть соблазн, она своим холодным взглядом смотрит мне в окно и говорит «Нажми на газ, ты вырвешься вперед, ты будешь первым, придет твой счастье час». Полет свободы, силы, скорости, он ощущения дает, где ты живешь, где ты не спишь. Но знай, по краю ты летишь, тут справа пропасть, левокамень. Дороги лента, как змея, педаль ты выжил до отказа. О, как боготворишь свое ты я, ты потерял его реальность. Теперь осталось у тебя твое лишь супер-я, но ты не супер. Ты думал, ты на многое способен, но есть с твоим возможностям предел. И очень жаль, что оценить его ты не способен, ведь он гораздо ближе, чем ты когда-нибудь хотел. Зеленый свет, удачный старт, синхронные движения рук и ног, надежный двигатель тебе ответил сразу. И ты вошел в очередной виток. Набор, рычаг, опять набор, спидометр все больше оживал. Бросая взгляды мельком на прибор, мой разум видя стрелку. О, скорости прекрасные мгновения, о, красота полета наяву, и дух пронзающий движения, и сердце стук твоей груди. Но буря отгрянула нежданно, безумие порыв и гордости собой. Принял тебя в печальные цели, куда ты шел так неустанно. Последний раз в прощание ты услышал курантов бой. Раскрыла смерть свои объятия, шепнула нежно. Проходи ко мне, как дымчато бывает наше счастье, когда его мы строим на песке. Сумбурь борьба, статичных кадров череда, подавение полей. Течение стремительно уносит прочь другая сторона свободной воли. Ничем уже не сможешь ты себе помочь. И лишь сверкнув по небу яркой вспышкой, слепящей белизной стере смертельные крюки, рассеяв тьму после твоей ошибки, спас тебя ангел, зовущий вопреки. Свершилось чудо. Господь вмешался. В обычной жизни ход. Бывает связываешь, связываешь ниточки, а человек их рвет и рвет. И вот, казалось бы, пропасть неминуема, потому что не за что держаться. Потом смотришь, ты-то на месте, а он летит. Видно, не указал, кто кого держал. Даже если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а глядив в оба, вдруг удастся за что-нибудь хватиться. Редактор субтитров А.Семкин